Друзья, всем привет! Мы с вами в Екатеринбурге. Замечательный город, в своих рейтингах я его часто ставлю на первое место как один из лучших городов России. Сегодня мы с вами прокатимся по Екатеринбургу, будет такая небольшая поездочка. Посмотрим на благоустройство, посмотрим, что здесь происходит, потому что этой весной из Екатеринбурга было очень много жалоб на пыль, на грязь, на затопленные парки. Судя по тому, что пишут люди, в Екатеринбурге есть над чем работать. Давайте посмотрим. Екатеринбург один из самых больших и моих любимых городов России. В 2018 году он даже вышел в финал моего голосования за звание третьей столицы, хоть и проиграл там Казани. Про Екатеринбург я вам уже неоднократно рассказывал, так что сегодня сосредоточусь на архитектуре и урбанистике. Многострадальная набережная, которую давно пора привести в порядок. Мы посмотрим на новое здание по проекту ведущего мирового архитектора Нормана Фостера. Хорошая история про то, зачем приглашать каких-то знаковых архитекторов. Расстроимся из-за того, как используют наследие чемпионата мира по футболу. Что превратилось в принципе все благоустройство, которое делали к чемпионату. Вот эта выдранная, это источник такой грязи и пыли. И увидим невероятное чудо, отличный спальный район в российской провинции. Все как мы любим, двор без машин, газон. Эта велодорожка у нас слишком сексуальная, по ней хочется идти. А если вы знаете хорошие спальные районы в России, то обязательно пишите о них в комментариях и не забывайте ставить лайк. В Екатеринбурге недавно построили потрясающее здание русской медной компании по проекту Нормана Фостера. Это один вообще из ведущих мировых архитекторов. Это было первое здание по проекту Нормана Фостера, построенное в России. Обычная архитектура российской провинции это безликие многоэтажки и редкие памятники исторического наследия. Но Екатеринбургу тут есть чем удивить. В прошлом году в городе было достроено здание русской медной компании по проекту Нормана Фостера, одного из самых известных современных архитекторов, автора лондонского моста «Миллениум», выставочного центра в Сингапуре и купола над Рейхстагом в Берлине. В этом плане Екатеринбургу, конечно, очень повезло, я прямо горжусь, здание получилось красивым. И сейчас мы подъедем, посмотрим, как выглядит это здание. Кроме того, вокруг здания сделали, говорят, неплохое благоустройство. Штаб-квартиру русской медной компании начали строить еще в 2015 году. Работы над зданием, которое в городе прозвали «светящимся ананасом», шли пять лет. Строительство 15-этажного здания по оценке издания «Деловой квартал» обошлось в 12 миллиардов рублей. И вот уже видно, здание построено по проекту Нормана Фостера, здание медное, поскольку русская медная компания занимается медью, здание медное и здание очень крутое. Вот, а еще я заметил, что здесь везде стоит куча охранников зачем-то. Видимо, кого-то охраняет, наверное, там в этом здании сидит кто-то очень важный. Вот, обратите внимание, как сделана велодорожка, при этом разметка на велодорожке у нас сделана не краской, а это прямо там другого цвета, вот эти вот камешки, из которых она сделана. И здесь вот все благоустройство, все вот эти вот улицы, я так понимаю, это сделали уже вот ребята, когда построили свое вот это здание. Вот так вот оно выглядит. Вот этот вот чувак в тулупе, это охранник около Мерседеса стоит. Это охранник, он смотрит по сторонам, вот, не знаю, что вот оно, он охраняет, видимо, здание. А вот другой охранник тоже, видите, он стоит такой в черной шапочке. И все в черных шапочках, они стоят везде по периметру всего квартала. Здание действительно очень крутое, это хорошая история про то, зачем приглашать каких-то знаковых архитекторов, потому что в городе нужно создавать новые достопримечательности. Екатеринбургу есть чем удивить с точки зрения архитектуры, но в основном это памятники прошлого. Есть много конструктивизма, там вполне неплохого. Здесь есть дореволюционная архитектура, тоже хорошая. И они делают еще и современную архитектуру, которую, я уверен, через какое-то время вот это здание, оно вполне может появиться и на открытках, и на значках, и стать тоже символом вот эпохи, архитектурным символом. Поэтому здесь надо поставить Екатеринбургу лайк, что они смогли создать новые архитектурные достопримечательности, ну и что, по крайней мере, какая-то здесь компания пригласила хороших архитекторов. Я правда боюсь, что сейчас в комментариях мне скажут, что русская медная компания какие-то главные злодеи, вот честно, ничего сейчас про нее не знаю. И речь просто про то, что в Екатеринбурге появилось красивое здание, это хорошо. Но при этом они около красивого здания не смогли навести парковку, видимо, на этом Лексусе просто ездит какой-то начальник Екатеринбурга или какой-то топ-менеджер этой русской медной компании. И они здесь какой-то попытались сделать красивые фонари и красивую улицу, но нормально парковаться не научились. И смотрите, мы подъезжаем к концу квартала, и здесь тоже стоит охранник в шапочке, непонятно, что он здесь делает. Видимо, на подступах врагов ловит. Все, конец, а дальше ничего не происходит. К сожалению, до набережной реки Исеть никакой Норман Фостер не добрался. Здесь, конечно, многострадальная набережная, которую давно пора привести в порядок. Здесь все такое не очень хорошее, не пойми, что творится с парковкой. Здесь куча какого-то стрит-арта, который периодически пытаются вместо того, чтобы чистить, закрашивать просто серой краской. Ну и вообще вот это место давно нуждается в реконструкции. И, кстати, именно в этом месте они в свое время сделали пластиковые фонари. Вот это дешевое убожество. На мой взгляд, это вообще позор Екатеринбурга, эти пластиковые фонари. Вот они. Вот сейчас вот подкрашивают оградки. Конечно, набережная здесь не соответствует статусу лучшего города. Хочется чего-то более интересного. Вот эту вот часть, я не знаю, слышно вам, не слышно, дребезжание плитки, по которой едет мой самокат, эту часть сделали к чемпионату мира по футболу 2018 года. И даже тогда уже, когда я приехал, я обратил внимание на то, что работы сделаны очень некачественно. Ну и вот сейчас видно, что плитка, она так уже развалилась, хотя прошло всего два года. Местами набережные в Екатеринбурге пытались привести в порядок, но получалось так себе. Так, вот здесь вот облагороженная набережная. Набережную, как я понимаю, облагородила вот эта, по-моему, русская медная компания, кто строил вот это вот красивое здание. Могу ошибаться, может быть, мэри Екатеринбурга сделал, но не суть важна. Благоустройство здесь такое модненькое, чистенькое, но не без проблем. А проблем очень много, сейчас вам их покажу. Ну, во-первых, просто главное преступление — это открытый грунт. Как мы знаем, открытого грунта быть не должно, потому что это источник грязи, пыли, на которую вот жалуются екатеринбуржцы. Можно посмотреть, например, на вот эту вот лавочку, потому что надо обратить внимание, насколько она вот пыльная. Ну, и люди часто спрашивают, откуда берется пыль? Ну, пыль берется от того, что здесь везде открытый грунт. Открытого грунта быть не должно, если по какой-то причине, например, еще не сделали. Газон надо укрывать тканью, либо опилками, стружкой древесной, гравием, в общем, чем угодно. Но открытый грунт нужно всегда укрывать, потому что это источник пыли и грязи в городе. Ну, и вот самое главное здесь — недоразумение. Видимо, здесь планировалось какое-то общественное пространство, потому что стоят лавочки, я не знаю, сделана какая-то плитка, но все это превратилось в просто гигантскую парковку. То есть вот почему сюда заезжают машины? А, потому что здесь есть знак, нет, смотрите, это легальная парковка, просто безумие. Они сделали легальную парковку, она бесплатная, то есть люди здесь просто бесплатно бросают свои машины. А нам, пешеходам, здесь предлагается покачаться вот на качельках, ну и, видимо, посмотреть на жопы, на грязные жопы машины. Просто удивительно, с полнейшей, вот посмотрите, лавочки, да, вот прямо хочется на этой лавочке посидеть и понаблюдать за тем, как здесь припаркованы машины. И, собственно, для этого люди приходят в общественное пространство, чтобы посмотреть на машины. Смотрите, просто террасу с видом они отдали под парковку. Нет, это, конечно, друзья, полнейшее безумие, что это самое ценное место в этом общественном пространстве, такая красивая терраса с видом, такую видовую точку они отдали под парковку. Я думал, это не легальная парковка, хотел там посоветовать как-то, не знаю, поставить ограничители, столбик, а это оказалось парковкой легальной. Такое вот просто безумие, кошмар, как это возможно, я не понимаю. Но мы в Екатеринбурге, здесь возможны чудеса. Вот здесь сделали пешеходный мост, который изначально в архитектурном проекте смотрелся очень мило и красиво. Но из-за того, что его сделали некачественно, сейчас он просто весь разваливается, вот все доски уже развалены, здесь какие-то были стульчики, они тоже уже все разваливаются, все это очень грустно. Хотя есть на Исите и удачные отрезки набережной, жаль, что очень небольшие. На самом деле получилось неплохо, могло бы получиться лучше, но по российским меркам это вообще замечательно. Главная претензия здесь к не очень качественным материалам, из которых все это сделано. Плюс они еще, конечно, не умеют здесь все эксплуатировать, здесь много мусора, они почему-то не убирают, вовремя не ремонтируют, не чистят, это плохо. Зато здесь есть, например, посмотрите, как классно сделано, такой редкий где увидишь, это организован спуск к воде. Можно посидеть и покормить уточек. Такая, видите, лестница и такой вроде пирса получился. Ну и вообще вот с доступом к воде здесь все сделано классно и хороший такой повод поучиться, как это можно делать. Конечно, классные качельки тоже с видом на воду, это очень здорово. Качельки, это замечательно. Екатеринбург четвертый по населению город России, а Свердловская область восьмая в стране по бюджету. Сам Екатеринбург в 2021 году из российских городов уступает по бюджету только Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. В 2021 году столица Урала планирует потратить почти 50 миллиардов рублей. В 2023 город отметит 300-летие и примет универсиаду, в связи с чем активно тратит деньги на подготовку. При этом в центре города творится настоящий кошмар. А вот этот проспект Ленина, очень страшная дорога. До сих пор не понимаю, почему не реконструировали. Видите, здесь четыре полосы только в одну сторону у нас едет, куча асфальта. Такая вот шумная широченная магистраль в самом центре города. Ну и здесь вот можно видеть главную проблему, но одной из главных вообще проблем в Екатеринбурге, то что центр города находится в таком довольно плачевном состоянии. Человек на самокате с трудом спускается по ступенькам. Вся эта плитка разбита, довольно грязно. И это самый центр проспект Ленина. Это самый центр Екатеринбурга. И, конечно, хотелось бы, чтобы здесь было чуть больше порядка. Типичная история. Тротуар просто заканчивается лестницей без каких-либо пандусов и возможности нормально спуститься. Но одно дело, я и смогу, например, самокат как-то спустить на руках, а что делать человеку с детской коляской, с вещами, вообще непонятно. Просто такая разбита лестница, и этой лестницей заканчивается тротуар. При этом наличие в Екатеринбурге денег чувствуется, и иногда прямо посреди обычного российского города прорастает Европа. Вот сейчас по этим разбитым и убитым тротуарам мы подъезжаем к красоте. Объясню почему. Потому что сейчас будет маленький фрагмент нормальной улицы и нормальной городской среды. Хотя, казалось бы, откуда в Екатеринбурге это могло случиться? Но нет, сейчас будет. Это консульство Украины и консульство США. А, ну здесь прямо их несколько. Генеральное консульство, и США, и еще что-то. Здесь вот хорошо видно, что внезапно кусочек нормальной улицы. Как это получилось, непонятно. Но, насколько я понимаю, всему виной вот этот жилой дом, который строил... Здесь местная есть строительная компания Брусника. Возможно, про нее слышали. Вот они построили какой-то жилой комплекс, и вокруг него сделали нормальное благоустройство. Вот каким оно могло бы быть. Вход в подъезд. Дальше калитка, на территорию попасть не получится. Но вот что самое интересное, обратите внимание, вот как здесь сделаны тротуары. Вот так тротуары могли бы быть сделаны вообще везде. Видите, между, например, дорогой и тротуаром какие-то кусты. Нет никаких заборов везде, зато есть безбарьерная среда. Очень удобно. Растут деревья. Парковка в строго ограниченных местах. Обратите внимание, да, например, чтобы машины не царапали бампер, а бордюр. Они сделали такие специальные стопперы для колес, чтобы машины понимали, как им парковаться. Везде разметка, кустики, деревья. Не то, что прямо какая-нибудь суперидеальная улица, но улица хорошая, и они, конечно, большие молодцы. Чтобы здесь сделать такой фрагмент. Хотелось бы, чтобы подобные улицы были по всему Екатеринбургу. Но по всему Екатеринбургу их, к сожалению, нет. Причем такое благоустройство не единичный случай в Екатеринбурге. Слушайте, в Екатеринбурге довольно интересно, потому что разные застройщики, видимо, им дают в нагрузку задание, помимо постройки дома, облагородить как-то улицу. Поэтому около какого-то нового здания появляется такой вот 20, 50, 100, 200 метров хорошей улицы. Ну как, относительно хорошей. Вот можно посмотреть, я нашел еще одно современное здание, где застройщик сделал какое-то благоустройство. Вот, смотри, здесь какой-то дом, такой симпатичненький относительно. И, видите, они сделали парковочку, посадили здесь вот березки, какие-то приствольные решеточки. Вау, у них даже какая-то более-менее такая территория. Смотрите, вот, видите, двор. Так вот у них выглядит территория. Двор без машин, какой-то там олень цветной, лампочки. В общем, так вот у них выглядит территория. К сожалению, там, куда не добрались руки застройщиков элитных домов, ни о каком благоустройстве нет и речи. И вот они около своего здания сделали зачем-то кусок велодорожки. При этом кусок совершенно бесполезный, потому что в целом никакой единой велоинфраструктуры в Екатеринбурге нет. То есть такие вот лоскуты, огрызки по всему городу раскиданы и всё. Вот они поставили здесь вот какую-то лавочку со спинкой, такую красивую, красивую урну. Всё, видите, счастье закончилось сразу. Вот оно закончилось и через дорогу его уже нет. И здесь появляется ещё тоже такой фрагмент велодорожки, по которой ходят люди. Деревья, здесь другие деревья, тоже организованная парковочка такая. И вот здесь вот сделали благоустройство. Потрясающе. И это вот всё заканчивается через 50 метров. То есть такими вот они делают лоскутами. Ну и кто-то скажет, Илья, ну хорошо хоть что-то делают. А я скажу, что плохо. Потому что, во-первых, должен быть в городе какой-то единый стиль оформления улиц. То есть мэрия должна была позаботиться о том, чтобы какая-то уличная мебель была в едином формате. Указатели, урны, лавочки, велодорожки. То есть это должен быть какой-то единый стиль, о котором здесь, кстати, совершенно вообще никто не думает. И это просто печально. Естественно, этим должна заниматься мэрия. Это не застройщик должен эти вот лоскуты делать, а этим должна заниматься мэрия. А здесь почему-то это делает застройщик. И каждый делает, как он считает нужно. Кто-то получше, кто-то похуже. В итоге получается вообще ни о чём. То есть смысла ни от этих велодорожек нет, ни от этого благоустройства. Потому что стоит чуть-чуть отойти, и начинается просто типичный такой вот пит. Парковка, опять разбитая плитка, и вот ни хрена нету. Ну то есть ты ожидаешь от города какой-то единой системы, единого подхода грамотного к благоустройству. А в итоге ты этого ничего не видишь. Ты видишь, вот подход к мэрии к благоустройству. Разбитые дороги, грязные остановки, ну и всё, что из этого вытекает. Всё, благоустройство здесь закончилось. Здесь стоит у нас такая грязнющая просто засранная остановка. Когда-то она была стеклянной, потом всё это закрасили. Потому что по-другому мэрия здесь не может бороться с незаконными этими объявлениями. Трамвай тоже старый и ржавый весь в рекламе. На него грустно вообще смотреть. Тут везде грязь, вон торчит арматура повсюду. Люди ходят тоже, вот видите, по какой-то грязюк здесь видимо газон должен быть или ещё что-то. Его сначала раскатали машины, потом по нему начали ходить люди. В общем, тоже ничего из него не осталось. Ну и так вот всё здесь. Это собственно благоустройство, которым занимается мэрия. Большая беда Екатеринбурга, это совершенно уродливые, омерзительные торговые центры, которые вот здесь построены. И это, наверное, торговый центр Гринвич. Один из таких классических примеров просто колхозного пи***та в самом центре Екатеринбурга. То есть просто убогая архитектура, которая совершенно чуждая городу, которая не имеет никакого отношения к его истории, культуре, дешевые отделочные материалы. Вот подобный торговый комплекс, он бы хорошо смотрелся, я не знаю, где-нибудь на окраине какого-нибудь турецкого города, без лица, без истории, безо всего, или какого-нибудь там восточного города. Но это, к сожалению, находится в самом центре Екатеринбурга. Это просто позорище, ужас и кошмар. И такого здесь много. Это не единичный случай. Они почему-то строят такое дерьмо. Я не могу это объяснить. Это, по-моему, преступление против города. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года Екатеринбург принимал 4 матча группового этапа. На подготовку города к турниру ушло более 30 миллиардов рублей. При этом в городе даже не строили новый стадион, а реконструировали и переименовали в Екатеринбург-арену еще советский стадион Центральный. Кстати, тогда к стадиону пристроили временную трибуну для увеличения числа зрителей. Разобрать ее собирались сразу после окончания чемпионата, но спустя почти три года трибуна все еще на месте. Только в конце прошедшего апреля в городе одобрили адаптацию стадиона к нынешним нуждам Екатеринбурга и трибуну обещали наконец-таки разобрать. Кроме стадиона деньги тратились и на благоустройство города. Я еще в 2018 году прямо во время чемпионата мира рассказывал вам, что никакого благоустройства не получилось. А сейчас его остатки выглядят еще печальнее. Здесь хорошо видно качество велоинфраструктуры. Когда сюда приезжали болельщики, то видимо власти Екатеринбурга хотели показать, как в России уважительно относятся к велосипедистам. Ну и решили сделать велодорожки. Поскольку догадаться, пригласить нормальных проектировщиков и подумать, как это грамотно сделать, ну, мозгов не хватило, не получилось. Да, видите, поэтому теперь велодорожка просто прерывается. Вот когда она началась, она прерывалась, все, велодорожки больше нет. Ну, здесь вот можно посмотреть, во что превратилось, в принципе, все благоустройство, которое делали к чемпионату. Вот, видите, все вот эти вот холмы с погибшими растениями. Все вот это вот выдрано, это источник такой грязи, пыли и все остальное. Здесь, наверное, планировалось, что будет что-то красивое, но вот красиво не получилось. Видите, все это вот просто развалено, развалено, развалено. Вот эти вот лавочки, урны. Когда они только все это дело сделали, я делал целый разбор всего этого благоустройства. Вот одна из моих претензий была в том, что у нас люди совершенно не думают об эксплуатации. Они делают какие-то красивые картинки, утверждают сметы, перерезают ленточку, а что потом с этим будет происходить, никто не думает. И вот благоустройство, которое было три года назад сделано в Екатеринбурге, это отличный пример, как просто не подумали об эксплуатации. Ну, давайте посмотрим на урны. Вот урны сделаны из такого полированного бетона. В чем проблема этого полированного бетона? В том, что он весь грязный становится и выглядит очень неопрятно. А мыть его не получается, потому что не умеет нас мыть, не умеет его обслуживать. Сами урны, которые в себя были вставлены, они сделаны вообще из тончайшего алюминия. Что с ним стало? Он весь погнут, весь засран, вокруг просто разваленный мусор. Вот, если вы думаете, что это единичная история, нет, эта история не единичная, она здесь реально повсюду. Можно вот каждую урну брать, и такое будет происходить. Это просто один малейший пример. Когда проектировщики принимали решение, когда они делали, они просто совершенно не думали, как это потом эксплуатировать. А здесь вообще спёрли урны. Здесь урны вообще нет, она видимо сломалась и её просто выкидали. Здесь, видите, тоже всё грязное, погнутое. Дальше проедем, посмотрим. Здесь везде всё, да, всё это разрушилось. Прошло три года, выглядит ужасно неопрятно, грязно, да, тоже вот. Видите, тоже всё погнуто, доски отваливаются, всё погнуто. Можно оценить, какое количество мусора просто валяется вот повсюду. Екатеринбург действительно этой весной очень грязный город, и речь не только про какую-то пыль, речь именно ещё про такой бытовой мусор, его почему-то не убирают. Он валяется в парках, он валяется вокруг урн, он валяется повсюду, хотя снег уже давно сошёл и, казалось бы, можно убраться. Но вот по какой-то причине они не убираются. Ну и, конечно, это огромное количество пыли, какой-то грязной улицы. Здесь всему виной опять же неправильная эксплуатация. Слишком много открытого грунта. Они даже делают новые благоустройства, они делают какие-то новые общественные пространства, повсюду открытый грунт, так делать нельзя. Они нигде не делают водоотводы, и с этим тоже отдельная беда. У них после того, как затопил один из парков, городские власти сказали, что, оказывается, водоотвод делать не принято. У нас в парках не строится дренажная система, потому что это зелёная территория. В парке нет территории, которая покрыта большим мощением, откуда можно отводить воду. В парке есть дорожки, но там очень много газонов. Нам нужно сохранить растения в парке. Они должны чем-то питаться. Посмотрите, в любом парке увлажнены все газоны, многие с водой. Это, конечно, полнейшая глупость. Водоотвод делали всегда, его, естественно, надо делать, потому что вода, она очень быстро, во-первых, убивает благоустройство, во-вторых, это тоже источник грязи. Видимо, в Екатеринбурге об этом не знают. Ну и вопрос эксплуатации. На мой взгляд, просто здесь не хватает дворников, потому что многие урны стоят переполненные, их не убирают явно, я не знаю, там, днями. Они переполняются, и потом ветер разносит уже этот мусор везде. В общем, выглядит всё это очень грустно. К вопросу, друзья, об эксплуатации, обратите внимание, насколько грязные остановки. Не научились бороться в Екатеринбурге с вот этими объявлениями, с этим рекламным мусором, с какими-то надписями. Ну, то есть, всё грязно, и никто за этим не следит. Почти все остановки в городе такие, к сожалению, очень грустные. Я нашёл единственное место, где за этим благоустройством хоть немного следят. Благоустройство, сделанное к чемпионату, это пересечение торпищи около Московской. Тут вот видно, что кустики ещё не погибли, что лавочки более-менее чистые, их даже подкрашивали, что здесь ещё есть какие-то растения, газончики. То есть, это вот единственное место, которое пока нашёл, за которым хоть как-то следят. Даже тут асфальт и плитка ещё не потрескались. Удивительное дело, вот так вот это вот выглядит. Вполне возможно, просто по этой улице ездит мэр города, поэтому они здесь как-то прибираются, чтобы у мэра не портилось настроение. Он смотрел из окна и видел, что везде порядок в городе. Вот это бесконечные заборы, полнейшая глупость. Я много раз писал, почему заборы это плохо. В Екатеринбурге с заборами огромная проблема. Если за центром города в России ещё иногда ухаживают, то спальные районы, это, как правило, такие ужасные человейники, собранные из одинаковых бетонных многоэтажек, где неприятно находиться и нечем заняться. Но я слышал, что в Екатеринбурге есть такая диковинка, как хорошо сделанный спальный район. Конечно же, я решил на него посмотреть. Я приехал в микрорайон Солнечный. Это самый юг Екатеринбурга. И этот район славится тем, что здесь нормальная застройка. Она не 25-этажная. Есть неплохие дома, неплохие дворы. Собственно, сейчас посмотрим, что здесь происходит. Ну что? Нет, это хороший двор. Это хороший двор, я его, кстати, видел. Тут они прямо сделали хорошо. Во-первых, у них такая более-менее неплохая архитектура. Такие дома разной этажности и офигенные подъезды. Единственный минус, то что они в центре сделали спортивную площадку. Нельзя делать в жилом дворе под окнами у людей шумную активность. Даже сейчас слышно, как дети постоянно орут. Это ещё никто не играет в баскетбол. И я представляю, какой здесь ад происходит, когда все вот эти дети начинают орать и играть в баскетбол прямо под окнами жилых домов. И такие, конечно, большие площадки тоже нельзя делать, чтобы дети не собирались вместе. В общем, с детьми это как с митингующими. Нельзя, чтобы они собирались вместе толпой, потому что происходит сразу всё грустно. И поэтому вот эти все элементы детских площадок, и хорошо бы аккуратненько в разных местах, чтобы не было сборищ. Вот, и нужно просто одну большую красивую детскую площадку в центре района. А так, всё как мы любим. Двор без машин, выходы из подъездов прямо в уровень. Сами подъезды прозрачные, красивые. Какое-то модненькое благоустройство. И вот, кстати, видно даже, что как-то всё это дело эксплуатируют. То есть газон, и нет открытого грунта, в отличие от центра Екатеринбурга. Видите, вот у них, например, здесь, да. Ну, в общем, всё закрыто. Всё закрыто, открытого грунта нет, зато есть велопарковка. И подъезды, да, и выход на две стороны. Ну ладно, там подъезды нам делать нечего. Это хороший двор, хорошая архитектура, можно здесь выйти. Сразу мы из него выходим и видим какое-то очень странное здание. Совершенно странное здание. Мы, кстати, приехали в этот район под вечер, и тут какая-то ужасная проблема с парковкой. И меня удивило, что парковка здесь бесплатная. Просто этот район солнечный, это пример того, что бывает, если сделать бесплатную парковку. Всё заставлено машинами, люди совершенно не ценят место, потому что им кажется, что оно должно быть, и они вот кидают машины, и здесь, кстати, запаркованы даже места для инвалидов. Хотя, я думаю, многие из тех, кто сейчас здесь ставит машины, они бы могли найти другое место, может где-то подальше, если бы парковка была платной, улицы были гораздо чище, было бы меньше машин здесь. Люди бы охотнее покупали места, например, в подземных гаражах, и как-то просто более ответственно относились бы к вопросам хранения своего автомобиля. А здесь они ответственно к этому не относятся. У нас есть велодорожка. Что плохо в этой велодорожке? Мы же должны как-то... Во-первых, плохо то, что она плиткой. В велодорожке должно быть специальное покрытие, и я бы велодорожку отделял бы от тротуара, например, теми же самыми деревьями. То есть велодорожка, чтобы она была вдоль парковки, здесь стояли эти деревья, и тогда на нее никто не будет заходить, и Will Smith сможет спокойно гнать и все. А так эта велодорожка слишком привлекательная, слишком сексуальная, по ней хочется идти. Так, улица счастливая, и район солнечный. Просто жить хочется, когда смотришь на все это счастье и солнце. Вот прямо как видно, как архитектура поменялась. То есть вот это как-то уже стремно смотрится из этого кирпича, какие-то пивнушки, вот это. А здесь прямо, смотри, другой мир. То есть вот эта вот архитектура и сюда. А это кто строил? Тоже, наверное, плюсник. Кстати, важный плюс всего этого района, что здесь разные застройщики. Это прямо так очень правильно, очень по-европейски. Например, как мы знаем, в какой-нибудь там Франции нельзя, когда есть там огромный участок, отдать все это одному застройщику. Должны обязательно разные застройщики, разные архитекторы, чтобы было какое-то разнообразие архитектуры. Вот собственно, что мы здесь и наблюдаем. Еще адский ветер. А, вот здесь они сделали велодорожку уже правильно. Ну вот так. Она уже асфальтовая. Смотри. Да, действительно. Она уже асфальтовая и... Тебя не видели, не смотрели просто там? Да, здесь они уже посмотрели, здесь они решили делать правильную велодорожку. Вот обратите, опять же, про разнообразие архитектуры. Да, вот здесь не очень удачная. Здесь поудачней, здесь еще удачнее. И везде разная этажность, разная архитектура. Это очень здорово. Разные застройщики. И тут прямо такое ощущение, что это не Екатеринбург. А подъезды, входы в подъезды... Я не знаю, это застройщик так сделал или какие-то такие у них принципы. То есть такие вот прямо врата домой. Да, там велосипеды стоят. Вот за этой штукой. Смотрите, стоят. Стоят велосипеды. Вот здесь уже велодорожка асфальтовая. И вон какой-то, видимо, самый красивый здесь дом. Вот какая-то необычная такая вот архитектура. Друзья, смотрите, обратите, вообще чудеса происходят. Здесь приподнят вообще весь перекресток. Прямо как в лучших дворах Парижа. А мало того, что он весь приподнят, еще нет этой мерзкой желто-белой разметки, которую раньше по ГОСТу требовали делать ГИБД. Сейчас они это убрали. Здесь вообще порядок. Здесь нормальные внезапно вообще хорошие велодорожки. Так вот это все вот выглядит. И еще одна вот велодорожка. И сюда вот идет велодорожка. И разная архитектура. И просто так вот смотришь. Кажется, что ты не в России. Видно, что с качеством работ есть вопросы. Да, плитка разваливается. Так вот, да, плитка все осела. И опять, слушай, вот опять они зачем-то сделали спортивную площадку. Опять сделали спортивную площадку. Да, но здесь благоустройство хуже, чем у брусники. То, что мы видели. То есть какие-то странные места. У брусники было так, ну, грамотней устроено все. Десятьэтажность. Смотрите, видите, так она повыше, повыше. То есть со стороны улицы они сделали даже, что тут есть четырехэтажные блоки. Это смотрится неплохо. А здесь они психанули. Здесь они психанули и немножечко... Я думаю, нет, это старая часть. А это, наверное... Мне кажется, они все в один момент строили. Не знаю, но слышно, как активно кричат дети, и это плохо. Потому что тут постоянно такой вот шум. Я очень люблю детей. И я считаю, что для детей нужно делать спортивные и большие детские площадки подальше от окон жилых домов. То есть это на границе квартала, или где-то в центре, где-нибудь в какой-нибудь парке, или в сквере. Здесь есть. Надо делать много хороших спортивных площадок. Делать большие детские площадки, чтобы если дети хотят погонять мяч, они не делали это под окнами домов. Делать спортивную площадку для шумных активностей под окнами жилых домов, это преступление, друзья. Так делать нельзя. Нет, ну, с другой стороны, конечно, это прорыв. Потому что такого подхода, что двор без машин, подъезды все на одном уровне, квартальная застройка, не супервысокая этажность. Смотрите, вот такие зоны красивые, столы. И вот школа. Не то, что какой-то шедевр школьного строительства, но территория пока относительно необычная. И вот школа, это как раз то место, где могли бы происходить все шумные активности. Вот у них есть та же самая спортивная площадка. Но из-за того, что школьные территории закрыты забором, сейчас это никак не эксплуатируется. Она просто простаивает, пустая, а все дети орут и бесятся под окнами домов. Хотя логично, чтобы играли в свой баскетбол, они здесь на территории. Тем более, сейчас занятий уже нет, уже вечер, и милое дело здесь погонять баскетбол. Но из-за того, что находится за забором, пользоваться территорией школы никто не может. Так вот неэффективно используется пространство в этом микрорайоне. Ну и в принципе, это везде такая ситуация у нас. Из-за безопасности, чтобы никто случайно вечером не поиграл на школьном стадионе в баскетбол. Вы же знаете, это очень опасно. Здесь детский садик, тоже все закрыто. Ну конечно, да, ни в коем случае, чтобы... Вот опять же, да, какая-то дурацкая совершенно советская история, вот может подойти поближе. То, что детский садик, это действительно еще с советских времен. Он похож на зону, где детей отрядами выгуливают. У каждого отряда должна быть своя территория. Они здесь поставили, как в какой-то компьютерной игре. Там десяток этих веранд одинаковых, типовых. Десятки каких-то примитивных песочниц, домиков, лесенок и всего. Вот, чтобы у каждого отряда, у каждой группы была своя маленькая территория. А вместо того, чтобы взять и сделать одну хорошую детскую площадку для детей, чтобы они вместе, чтобы они общались. Чтобы дети там разных возрастов, чтобы они знакомились. Я вот хорошо помню, по своему детскому саду я ходил в обычный заводской детский сад в Москве, на окраине Москвы. И то же самое, каждая группа отдельно, никто друг с другом не общается. Всех вот как в лагере, да, чтобы идти с этими игрушками, идти с этими и все. Совершенно другая ситуация в Европе или в Скандинавии, где делают общие площадки, и дети на прогулке, они там знакомятся. У них хорошее оборудование, гораздо интереснее все детские площадки. Потому что на те деньги, что они купили кучу примитивного одинакового оборудования, можно было сделать одну большую хорошую детскую площадку. Чтобы дети могли, не знаю, с водой играть, с песком, чтобы были какие-то более сложные сценарии для игр у них. Но ничего этого не сделано. Тут просто самое дешевое оборудование, и все. Зато все отделены. И опять же, обратите внимание, в масштабах этого района, как все дублируется. Сначала дети идут в детский сад, играют на этих горках, в этих песочницах. Вечером они сюда прийти не могут, вечером они играют у себя во дворе. А вот тут Юрий говорит, что вроде как можно войти в школу. То есть мы зря их ругали. Может быть. Сейчас. Между прочим, эти ограничения, произведения по группам, делаются исходя из санитарных моментов. Слушай, это все херня полная. Это советские нормы. Советские нормы, да, конечно. Чтобы никто никуда не вошел. А здесь забор. Школа с забором, это видимо, кто там еще выходит. Ну нормально. Нет. Это школы открыто, потому что сейчас здесь идут занятия. И мы сюда смогли попасть. Я вот уверен, что в выходной или вечером ты сюда не пойдет. А сюда можно открыть вечером на территорию школы? Они ее не закрывают. Пока нет. Друзья, значит, мы хвалим школу. Все меняется полностью, вся концепция ролика. Все меняется, потому что школу не закрывают. Даже на ночь. Даже на ночь говорят. Но девушки, которые здесь живут, они говорят, что пока. Пока. И они ждут, когда начнут закрывать, поскольку они тоже живут в России. Они знают, что все должно быть закрыто. Ну и аккуратненько, правда? Да. Концепция полностью поменялась. Мы начали хвалить. Очень классная территория. Так, очень классная территория. И не хочется курить за школу. Ну правда неплохо сделано? Неплохо. Я имел, что это прямо идеально. Да, потому что здесь куча странных каких-то решений. Но, конечно, это сделано неплохо. И на фоне других российских школ это просто маленькое чудо. Это маленькая чудесная школа. И опять же, очень круто, что открыто. И вот в баскетбол надо играть здесь. Но видишь, поскольку они сделали во дворе, понятно, людям удобнее играть во дворе. Ну так безопаснее для детей. Что безопаснее для детей? Что? Играть во дворе? У тебя в аду черти будут под окном играть в баскетбол. Чтобы ты понял, что такое баскетбольная площадка под окном. А посмотри, видишь, как они сделали отсыпочку. Да? То есть здесь дренаж. Вообще все как ты... Газон правильный. Все как ты учил. А я говорил. Вот Юрий научил екатеринбуржцев делать правильные газоны и правильную отсыпочку. И все. Сразу порядок. Видишь, здесь уже есть кнопка. То, что они сейчас не закрывают, это просто временная история. То есть у них все продумано, чтобы играть. Вон спортивные площадки. Да, но просто это вот здесь надо играть. Вот здесь надо играть. Во дворах не надо играть. Во дворах играть не надо. Никто не думает о людях, кто хочет отдохнуть. Не знаю, там пришел с ночной сменой, ты хочешь поспать, а у тебя под окном дети там орут. Играет кто-нибудь в баскетбол долбит, или ты заболел, или еще что-то. Нельзя делать шумные активности во дворах. Все. Солнечный — это относительно небольшой микрорайон на юге Екатеринбурга. Однокомнатные квартиры на вторичном рынке тут стоят от 2,5 миллионов рублей. Что, в общем-то, соответствует средней цене по городу. По данным коммерсантов, в феврале квадратный метр во вторичке Екатеринбурга стоил в среднем 81 тысячу рублей. При этом район со средними ценами сделан в среднем для Европы, но пока совсем непривычном для России качестве. Что меня, конечно, радует. В общем, микрорайон солнечный, друзья. Во-первых, он оказался солнечным. Видите, это прекрасное солнце, которое засвечивает мне постоянно кадр. Во-вторых, он по российским меркам очень хороший. Вот хотелось бы, чтобы в России было больше подобных микрорайонов. С разнообразной застройкой, с нормальной этажностью. Более-менее там с средой, там велодорожечки, видите, все приподнятые переходы и все остальное. С нормальными подъездами на уровне земли, с дворами без машин. С симпатичными школами и всем остальным. К сожалению, сейчас, казалось бы, такая банальная вещь. Здесь, на самом деле, по европейским меркам, здесь, конечно, нет ничего такого вау-чуда. Чудо здесь не произошло. Но в масштабах России это смотрится действительно как чудо. Как когда Юрий сделал в Екатеринбурге газон, просто клочок газона. При этом, опять же, немцы писали в книгах еще сто лет назад, как делать дренаж, как делать газон, вообще что такое. Но вот у нас даже какие-то банальные вещи воспринимаются как чудо, как что-то невероятное. Хотелось бы, чтобы подобные районы стали у нас обыденностью. А пока, к сожалению, действительно окраины городов застраиваются многоэтажными муравейниками, совершенно бесконтрольно. Никто не думает о городской среде. И такие микрорайоны, как Солнечный, они кажутся чем-то фантастическим. Главный пока минус, который я здесь вижу, это какая-то беда вообще с парковкой. Они почему-то совершенно не продумали историю с парковкой. Нет здесь платной парковки, что очень странно. Все завалено машинами и как-то грустно. И я так понимаю, здесь нет еще подземных парковок. То есть они построили все это без подземных парковок. Это, конечно, недопустимо. Если они не сделали подземные паркинги, им нужно строить многоуровневые парковки, продавать там места и очищать улицы. Количество парковочных мест вот на улицах внутри кварталов нужно сокращать, поскольку все-таки там жилые районы и не очень правильно заваливать все это машинами. Помню, у них есть там какая-то большая парковка? Надо строить многоуровневые парковки. Да, они уже не построят. Ну, посмотрим. А здесь такой вот парк. И, конечно, вот здесь надо делать какую-то большую детскую площадку, где она никому не мешает. Пока там какой-то холм. Не знаю, может там поклоны креста не поставят или еще что-то. Слушай, классный газон везде. Прямо как в Нью-Йорке. Очень хорошо. Смотри, классное набивное покрытие, бортики. Все замечательно. Опять же дренаж нельзя, но мы в Екатеринбурге, как мы знаем, Екатеринбург стоит на бесконечных кладбищах. Это не я сказал, это сказала какая-то чиновница. Поэтому дренаж делать Бога не угодно. Бог накажет, если делать дренаж. Еще одна, кстати, футбольная площадка. Ну там вечно, по-моему, построительство. Мы посмотрели, есть где играть в футбол, есть где все эти шумные активности. Из дворов нужно спортивные площадки убирать, чтобы дети не собирались. Я как любитель тишины во дворе требую перемен. Чтобы они сидели за iPad'ами. Пусть сидят за чем угодно, чтобы они не орали под окном. Это я, кстати, говорю как отец многодетный, а не просто так вот. Мои дети под окном не орут, потому что я высоко живу. Меня не слышно. Я живу, кстати, на пятом этаже, но у меня двора нет, чтобы там орать. Спасибо, что пережете деревья. Вот такой замечательный парк. Прикольно, да? Прикольно, нет. Я говорю, по российским меркам, это вот то, как должна выглядеть массовая жилая застройка. Екатеринбург в этот раз произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, это все еще один из лучших городов России, и отдельные прорывы в благоустройстве и архитектуре, а также появление комфортных спальных районов это только доказывает. С другой стороны, проблем с благоустройством тут все еще очень много. Надеюсь, когда я приеду сюда в следующий раз, то весь город станет похож на свои лучшие места. А вы жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные ролики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...